Господин Довлатов, какое видение у вашей тренерской методики? На какой уровень подготовки слушателя рассчитана программа для тренеров? На Западе довольно популярный тренинг для тренеров. Чем ваше обучение отличается от других программ для тренеров? Что вы подразумеваете под качеством обучения? Тренер и переговорщик должны уметь хорошо говорить? Что дают ученикам ваши программы обучения для спикеров? Что должен уметь переговорщик в первую очередь? Какие параметры могут повлиять на успешный исход переговоров и какие могут заранее определить их провал? Следующий вопрос. В какой последовательности вы предлагаете проходить эти программы для достижения наиболее практической эффективности в предстоящей карьере тренера, спикера и переговорщика? Преста несколько вопросов. Открыть свою аптеку? Ему придется потом это делать. Прицели, чтобы помогать большее количество людям. Здравствуйте, дорогие наши друзья, дорогие наши читатели, слушатели. Спасибо, что задаете вопросы. Смотрите нашу рубрику. Пожалуйста, ставьте лайк и рекомендуйте нашу рубрику своим знакомым друзьям. Хочу ответить на несколько вопросов. Господин Довлатов, какое видение у вашей тренерской методики? Опишите, пожалуйста, содержание, какие задачи она призвана решать. Знаете, почему я обучаю тренеров и почему помогаю воспитывать тренеров и так далее? Потому что наша методика, она актуальна, она нужна, она очень полезна, созидательна. И почему бы больше не будет такой, как Довлатов, сто таких людей? Понимаете, если будут, например, кто-то на казахском преподавать, кто-то на армянском преподавать, кто-то на азербайджанском, кто-то на иранском, кто-то там на грузинском, кто-то на узбекском. А почему бы нет? Есть люди, которые на русском меня слышат, но есть категория людей, которые на русском не умеют говорить. Раз. Второе. Потом, я же не могу одновременно во всех городах побывать. Я не могу одновременно быть на тысячи городов. Вот в чем суд. Поскольку я не могу одновременно быть на тысячи городов, поэтому это очень хорошо, когда есть возможность готовить тренеров. Надо обучать тренеров. Пусть они тоже выступают, преподают и так далее. Есть люди, которые мечтают быть тренерами. Вот их надо помогать, их надо обучать. Это наоборот всем помогает. Я уже 20 лет еду, то есть езжу по городам. Кто знает, сколько лет я еще буду ездить. Поэтому задача этого курса воспитания тренеров, именно чтобы большее количество людям помочь. Главная задача вот эта. Второй вопрос. Вы как-то говорили, что ее актуальность рассчитана как минимум на 30 лет. По каким параметрам она определяется? Что вы имеете в виду под этой цифрой? Ну, я имею в виду актуальность тренерства, которое я сказал, или методики и так далее. Она связана с тем, что технология потом пойдет, технология заменит. И на данный момент, на данный момент это растущий рынок. А потом через 30 лет что-то другое станет растущий рынок. На самом деле, то есть я имею в виду образование растущий рынок сейчас. Через 30 лет, в течение 30 лет, потом еще что-то другое станет актуальным. Видите, потребности не исчезают, но способ удовлетворения эти потребности изменяется. Поэтому, вот если вы сейчас посмотрите, появилось очень много, очень много бесплатных видео, очень много электронных книг, очень много, то есть человек, который самообразованием занимается, у него есть шанс быстро расти, хороший шанс расти. Поэтому актуальность вот этого направления, где-то в районе 30 лет, потом будут изменения. Почему я говорю 30 лет? Потому что сознание человека быстро не меняется. Вот почему. Например, если вы посмотрите рынок любого бизнеса, недвижимость в 2002 годах по 2008 годах поднимается, потом спад. Потом снова рост в 2014 годах по 2017 годах рост, потом опять спад. В 2022 год снова поднимается недвижимость, в 2025 год опять будет спад. То есть, каждые 5-7 лет скачок. А в рынке образования, поскольку это сознание, быстрый скачок не происходит. Вот почему я это ориентируюсь и я вижу этого. Например, те вещи, которые очень актуальны были, это хорошо продвигалось в Америке в 70-е годах, только что у нас происходит. То, что Америка в 70-е годах была актуальна и популярна, сейчас у нас происходит. Вот это массовые тренинги и так далее, и так далее. Поэтому, исходя из этого, я вижу, что актуальность где-то в районе 30 лет. Вот. Кроме... Следующий. Третий вопрос. Кроме программ для предпринимателей и сетевиков, ваша методика подразумевается дополнительной программой для спикеров, приговорщиков и тренеров. Почему вы решили готовить учеников и по этим специализациям? Я хочу сейчас готовлю учеников и как тренера, который вступает, обучает людей. Я готовлю ученика еще по узким специальностям. Например, тренера готовлю по сервису. Хочу тренера готовить только по ресторанным бизнесу. Хочу тренера готовить только по туризму, только по производству, только по стволу маркетингу. То есть узкие направления, но он профессионал в этом деле. Он может обучаться любого ресторана раскрутить и так далее, и так далее. Я замечаю, что есть люди, которые их знание эксперт, но у них хорошее знание, но они не тренеры, они не умеют свои знания донести. Понимаете? То есть он профессионал, он работал 20 лет, может быть, там, не знаю, инженером, или режиссером, или кем-то, но свои знания донести он не мог, потому что он не тренер. Поэтому, когда ко мне приходят эти люди, а я обучаю их, как стать сильным тренером, чтобы вот то профессиональное знание, которое накопили, они могли передавать, могли обучать других людей. Это же хорошо. Представьте, что вы хороший архитектор, и вы свои знания передаете. Представьте, что вы хороший инженер, и вы стали сильным, вы хороший ресторатор, вы классные знания, вы помогаете своим знаниям, делитесь. Знаете, мир никому не останется, кто делится, тот выиграет. В одном своем книге я написал так. Все то, что вы отдаете миру, переумножается и возвращается к вам. А все то, что вы оставили себе, потеряно навсегда. Вы, внимание, пожалуйста, внимательно послушайте. Все то, что вы отдаете этому миру, переумножается и возвращается к вам. А все то, что вы оставили себе, потеряно навсегда. Знания, которые вы только себе оставите, никому не обучаете, никому не рассказываете. Вы умрете, она уходит с вами в могиле. И каково только от этого знания. Понимаете, о чем речь? Поэтому лучше поделиться, отдавать другим и выбрать и просветать больше. Следующий, четвертый вопрос. На какой уровень подготовки слушателя рассчитана программа для тренеров? Кто может по ней учиться? По ней могут учиться два категория людей. Те, которые хотят стать тренером, то есть у них есть такая некая мечта стать спикером, да. Есть такие люди, которые у них есть мечта, да. Очень хотят стать спикером и так далее. Для них рассчитано. Это любят они это делать. Они публичные люди. Они умеют обучать других, умеют вдохновить и так далее. Второе, для экспертов. Если вы в каком-то сфере, вы эксперт, и вы хотите научиться как грамотно, как тренер, донести свои знания, чтобы быть более популярным и на это зарабатывать, на свои знания, добро пожаловать на мою программу. Если вы эксперт, например, вы классный эксперт по, в каком-то направлении, скажем, не знаю, вы инженер, архитектор, там дизайнер, или там кто-то еще, прегмакер или кто-то, но вы хороший эксперт в своем работе. И приобретая мои знания, вы станете профессиональным тренером, который свой опыт можете донести до людей. Понимаете, одно, когда ты хороший эксперт, но не каждый эксперт могут обучать других людей. Это два разные вещи. Абсолютно два разные вещи. Но тактика, техника, которые я обучаю, это круто поможет вам стать сильным тренером, донести до других и так далее. Легко донести. На Западе довольно популярные тренинги для тренеров. Чем ваше обучение отличается от других программ для тренеров? Вы знаете, я в Западе увидел, в Западе увидел, какие программы бывают, два-три программы даже почитал, посмотрел. А вы знаете, моя программа, она отличается, она сильно отличается. В первую очередь, я ориентируюсь на то, что мой ученик, он стал духовным. Первым делом, он должен расти как духовный человек. Если он как духовный не растет, он не может стать тренером. Потому что это судьба людей. А судьба людей играть нельзя. А в Западе это не так. Там есть хорошая школа, я не говорю нет. Но больше всего они ориентированы на технике. А я ориентирован, чтобы мой ученик, видите, я если ему обучаю инструменты, как стать тренером, я ему даю огромное оружие в руках. А это судьба людей. А судьбами людьми играть нельзя. Вообще нельзя. Потому что вы можете сломать их. Или вы можете помогать им строить эту свою жизнь. Либо вы можете сломать их надежды. Поэтому это очень опасно. Ловили? Это очень опасно. Поэтому я постараюсь больше всего сначала работать над тем, я больше всего стараюсь работать над тем, чтобы мой ученик, он понимал смысл того, зачем он хочет стать тренером. И я очень осторожно подбираю именно для этого направления. Поэтому моя школа отличается тем, что сначала я донесу до человека духовные ценности этого вещей, чтобы он стал, можно сказать, достойно духовным человеком, чтобы он не использовал эти знания на вред обществу. и потом на последнюю очередь технику даю. И тогда он станет сильный тренер. Классным тренером станет. Вы можете побывать хоть раз, послушать моих учеников. Они вот такие тренеры. Честно скажу, они очень сильные тренеры. Вот. Что вы подразумеваете под качеством обучения, которое может преподать хороший тренер по вашей методике? Вы знаете, у меня методика, она оттаченная. Она, можно сказать, проверенная. Она даст хороший результат, как рецепт. Как рецепт еда и так далее, и так далее. Просто хороший тренер и профессиональный тренер нужен, чтобы это правильно донес. Поэтому качественное знание, оно всегда отличается контентом. Поэтому хороший тренер, он живет с этим знанием. Хороший тренер, он не попугай. Хороший тренер, понимаете, он не попугай. Он не занимается просто повторением. Хороший тренер живет с этими знаниями. Уловили? Он с этими знаниями просто живет. Поэтому я своих учеников воспитываю того, чтобы они сначала жили с этим знанием. Когда человек живет с этим знанием, он по-другому доносит. И по-другому обучает. Следующий вопрос. Какое будущее вы видите у тренера по методикам Довлатова? Какие его дальнейшие шаги в своей карьере? Курируете ли вы его дальнейшую работу? Как складываются ваши деловые взаимоотношения после получения лицензии на преподавание? Конечно, да, мы совместно работаем. Площадка Самота большая. Тритория Самота очень, городов большая. У нас начинается партнерство то с Америки, то с Австралии, то с Испанией, то это все, почти весь мир. Я работаю сейчас для развития нашей своей системы. Китай, Индия, Малайзия, Сингапур, Азиатские страны, Япония и так далее. Я хочу по всему миру, чтобы в пяти континентах наша школа работала. Поэтому дальнейшая карьера этого человека, если он учился хорошо на тренера, у него есть большие возможности. Главное стать сильным тренером. Не топ-ляп, а сильным тренером. Соответственно, наша школа помогает ему, площадка дает ему, и с ним составляет контракт. И он с этим контрактом могут продолжать работать с нами, если захочет. А кто-то там учится на тренера заниматься своими делами. Ради Бога. Поэтому в дальнейшем, конечно, я слежу за его ростом, помогу ему, поддерживаю. Это же глупо воспитать хорошего ученика, потом оставить его на воле судьбы, чтобы он как дикий зверь по лесу гулял. Нет, я лучше готовый площадка. То, что за 20 лет я добылся известности, имя, авторитет, доход. Я хочу, чтобы мои ученики намного быстрее это делали. Помните, основная задача наставника экономить время своему ученику. Это самая главная задача наставника. Их несколько, но одна из самых главных вот это. И то, что я за 20 лет сделал, мой ученик должен за 3-5 лет делать. Или хотя бы 7 лет. 2-3 раза быстрее. Вот тогда хороший наставник. Я стал причиной экономии жизни своего ученика. Это то, что ни деньгами не сравнишь, это то, что ни с чем не сравнишь. Разве вы можете годы своей жизни чем-то сравнить или чем-то обменять? Нет, никогда. Следующий вопрос. Какие дополнительные знания могут дать вашим ученикам, предпринимателям и сетевикам программы для тренеров, спикеров и переговорщиков? Вы знаете, я обучаю умение вести переговоров и технологию ведения переговоров и так далее. Потому что человек когда зарабатывает? Когда разговаривает? Когда ведет переговоры? Когда человек учится технологию ведения переговоров и так далее, он этим могут организовать работу. Он могут организовать работу правильно. То есть получается, что он не тратит время на самого труда, он тратит время на организация труда и так далее поэтому я обучаю даже своих учеников которые заканчивали мой годовой обучение так далее даже их обучая обучать других то есть курировать другого зачем потому что когда он самоучился у меня это одно а когда двоим троим пятрим другим он внедряет эти знания он больше понимает основном моя задача помочь своим ученикам хотя бы увеличить коэффициент усвоенности то материал то знание которое даю следующий вопрос сколько времени длится обучение тренеров спикеров и приговорчиков на какой доход в будущем они могут рассчитаться о рассчитывать на какой доход они могут рассчитывать я ничего не могу сказать потому что это зависит от него не от меня если он большее количество времени будут работать как тренер у него больше будут доходы если это же не график это же не я ему настаиваю иди выступая иди что-то делать нет это его задача и от него зависит больше чем от меня я обучали его дальше уже это от него зависит больше я аудиторию могу подбирать для него и так далее но люди не если он работает над собой и он умный парень за него люди пойдут но я же людей не могу заставить идите за к нему идите за него и так далее поэтому от него самого больше зависит чем от меня тут вот следующий важный момент очень очень важный момент а сколько время делится обучение полтора года полтора года обучения это они учатся у меня а потом течение еще где-то год почти практикуют вот так ну полтора два года точно уходим даже до трех лет доходит вот так он практикует и потом своей практике отчитываться перед нами сдает свои домашние задания и так далее там куча заданий общем очень много работа надо быть тренером легко надо очень много работы дела следующий вопрос тренер и переговорчик должны уметь хорошо говорит что тот ученикам вашей программы обучения для спикеров вы знаете мое обучение для спикеров дает человеку полный методика управления аудитория поле методика к как работать с негативными слушателями как удержать аудитория как можно сказать любую аудитория неважно она там мужская женская какая она бы не было например ход военные ход боксеры ход бандите ход кто угодно ход перед чиновниками так далее как выступать моя программа обучает как презентация вести что ваши презентация она была продаваема что вы могли продвигать свои знания моя программа помогает человеку чтобы он мог за свои знания зарабатывать есть люди которые имеют хорошее знание но а хорошие эксперты но они от того что не умеет это правильно преподнести никто не готов платить им за это то с одним словом как тренер моя программа помогает вам создавать рынок создавать рынок свой расширять свой рынок и получать деньги за то что вы хорошо умеете хорошо знаете вот так и я это конечно его материальная сторона но его основная духовная сторона ваша жизнь станет полезным помогать будет многим людям знание же чем больше отдаете она не уменьшается она приумножается вот это секрет надо понимать чем больше вы делите своими знаниями они увы умножается они не уменьшается что должен уметь переговорщик в первую очередь какие параметры могут повлиять на успешный исход переговоров и какие могут заранее определить их провал если для идет к речь идет о переговорах очень важная вещь как вы готовитесь к переговорам всегда надо готовиться и я там обучаю тактика ведения переговоров как готовишься на них это очень важный вещь если вы хотите стать сильным переговорчиком помните первым делом вы должны разобраться в людей вы должны разобраться именно этапе переговорах многоэтапные переговоры как проходит многосторонний переговоре как проходит и так далее так далее это очень важный момент понимаете если покупать и машину это другой делай 1 раз купили 1 раз продал вы даже не знаете дальше связываться увидеть этого человека или нет но когда вы бизнесе хотите заниматься или как вы наставник хотите бить и так далее у кого-то обучать и тогда тогда вы попадаете вы многоэтапные переговоры это разные вещи абсолютно разные много чего я обучаю там именно из такого типа из таких вещей как сделать так чтобы в переговорах на что сами главные переговоры что самое главное переговоры переговоры самое главное то что вы должны так сделать свое предложение чтобы ваше предложение для другой стране стал части его цели когда ваше предложение для других людей становится целью только тогда другие люди самостоятельно будут бороться чтобы сделать все то что вы им предлагали если ваше предложение для них не является целью они не будут стараться это делать вот главная задача переговора главный механизм переговора именно это умение сделать так чтобы твое предложение она стала часть целью для другой стране следующий вопрос в какой последовательности вы предлагаете проходить эти программы для достижения наиболее практической эффективности в предстоящей карьеры тренера спикера и переговорщика я рекомендую параллельно посвящать наши курсы по поведению переговорами так далее и обязательно посвящать учебу от трет этот учеба для тренеров который мы не назовем подготовка тренера и так далее она полтора года а параллельно тема и тренинг который по переговорам и так далее идут технологов ведения переговоров и так далее и так далее параллельно их тоже надо посвящать именно сначала один потом второй не обязательно любой из них на что в ближайший для вас проходите потому что 2 15 2 по 15 или одну 30 это одна и та же поэтому именно специальные последовательности не обязательно но о если вы хотите стать тренером в каком-то направлении я бы рекомендовал сначала хотя бы изучайте эту направлению потом станьте тренером вы должны иметь эксперт не знаний понимаете когда люди будут платить вам люди будут платить только в том случае если такого рода информация бесплатном доступе не могут найти если они бесплатным доступе могут найти они не будут вам платить вы должны это понимать поэтому станьте сильным тренером станьте экспертом каком-то области вот так следующий вопрос ваши пожелания и рекомендации для тех кто принял решение учиться у вас и по этим программам кто хочет учиться у меня на тренера добро пожаловать вы станете часть моей жизни если вы станете тренером потому что часть мою система вы станете но только вы должны быть очень открытие очень искренне очень честны потому что я хочу работать только сильными людьми слабыми я не хочу работать не хочу тратить свою жизнь на тех людей которые свою жизнь не ценят они свою жизнь не ценят и мою жизнь хотя тоже можно сказать дешево чтобы потеряли его поэтому я желаю вам чтобы если вы у вас есть как это малейшее чувство малейший талант как спикера как тренера идите учитесь это мое пожелание я с удовольствием буду вкладывать поддерживать вас помогал вам что вы могли стать сильным тренером курс обучения для тренеров эта методика называется пуд мастера то есть почему его называют пуд мастера потому что кто имеет право передавать знания только мастер если ты остаешься слабим если тебя стоишься строй если тебя стоишься недоучен и ты себя и спорты жизни другим это пуд мастера тренерство это пуд мастера это означает что отчетку тот что такой пуд мастера это беспрерывная работа над собой длительный период годами 10 20 30 лет постоянная работа над собой поэтому наша программа подготовка тренеров это называется пуд мастера то есть ты идешь по той пути который со временем годами по чуть-чуть по чуть-чуть по чуть-чуть оттачиваешься в мастерство потихонечку потихонечку хотя может быть и своем направлении эксперт но еще дальше продолжаешь развивать свое мастерство поэтому это назовем пуд мастера программа пуд мастера она очень сильная сама название о многом говорит пуд мастера поэтому я не тренеров готовлю я не хочу готовы даже тренеров хотя называют обучение тренер программа для подготовка тренеров мы называем но это я не хочу тренеров готов я хочу мастера готовит Потому что я хочу, чтобы мои ученики были и духовные, и богатые, и профессиональные. Поэтому это и есть мастер. А если тренер, он может быть как тренер, но он сам не реализованный в жизни, но классные вещи говорит. Может быть он сам, у него там полно проблем в жизни, себя не мог найти в жизни, но хорошие вещи, умные вещи говорит. И сам эти умные вещи не может практиковать. Мне интерес к тому, что у меня были больше сильные ученики, мастеры, практики. Вот на чего больше ориентируюсь. Ставьте лайк под нашу рубрику, рекомендуйте своим знакомым друзьям. И пишите, пожалуйста, под рубрикой, каких людей я могу брать на ученики как тренера. Хотя бы пишите по нескольким показателям, почему моя методика называется путь мастера. Напишите в комментариях, и почему именно так я решил обучать людей стать тренерами. То есть именно передавать свои знания. В комментариях пишите свое мнение. От этого будет больше пользы. Спасибо. До встречи. Это цель, чтобы помогать больше количества людям.